На содержание игры, на подоплевку, две команды, которые рядом с турнирной таблицей, нужна была победа, поэтому здесь никто не собирался отстеживаться в обороне, пытались играть на атаку, как мы, как и Воронеж. Что с этого получилось? Я считаю, что по качеству игры, даже если брать поле, которое у нас в безобразном состоянии было, все равно, я считаю, что хобби команды пытались играть в футбол, создавать опасные моменты. К сожалению, еще раз повторюсь, исходя из качества поля, нам нужно было поменять игру, больше нужно было играть над длинными передачами, больше борьбы, подборов и так нагнетать давление на соперника. Но, к сожалению, у нас нет таких футболистов габаритных, которые могут выиграть борьбу, поэтому мы все равно старались играть внизу, старались играть в комбинационный футбол. Были подходы, но, к сожалению, там, где уже в штрафной площади, где было большое скопление, где нужна тонкая передача, здесь ее было сделать очень сложно. Ну, отсюда и, наверное, нули с обеих сторон. Я говорю, что здесь очень много будет решать стандартные положения. Ну, к счастью для нас соперник ничего не выжил со стандартных. Ну, и к несчастью для нас мы не смогли, хотя хорошие доставки были в штрафной площади. А так, в целом, я считаю, игра была равна, потому что где-то чуть-чуть по владению мы превосходили соперника. Пожалуйста, коллеги, вопрос. А, Александр Борисович, как оцениваете свои шансы на сохранение места в ФНЛ? Ну, я оцениваю так, как и вы тоже. У нас у всех еще есть шансы. Восемь туров, два четыре очка разыгрываются. Поэтому здесь никто, у нас, никто даже бы нам не думает, что мы будем до конца биться, бороться. У нас игра есть, у нас, как бы, все. Буду сказать, что мы со всеми командами сыграли, как бы, здесь все команды одинаковые. У всех команд нужно набирать и забирать очки. Нам просто не хватает голоса. В каждой игре показывают нормальный содержательный футбол. Просто у нас проблемы с составом бывают. Поэтому, как бы, отсюда и в атаке у нас ротация идет, и такие связи, нарушенные взаимодействия. Сейчас, я думаю, на лаге мы будем делать все для того, чтобы остаться. А Мичуренков сегодня вышел в основном составе, учитывая его карьеру в Воронеже? Или он сейчас выиграет конкуренцию? Ну, ничего я не учитывал, просто на сегодняшний день он лучше был готов, чем второй нападающий. Поэтому восстановился выбор на него. Спасибо. Арсен Борисович, а не удивило ли вас то, что Файпл сегодня очень узко играл в средней линии? Ну, они, по-моему, и ту игру смотрел, они в нижнем уровне тоже узкая игра, а они забивают середину. В обороне выиграете? Да, тогда, без мяча. Ну, сейчас все так играют, пытаются играть. Как-то получается у кого-то. Закрывают середину, открывают славу. Нет, добротная, хорошая команда. Честно говоря, я смотрел игры, когда готовился к игре с Факелом, я удивлен был, почему эта команда там боится. То есть команда физически хорошо готова, так и подбор игроков серьезный, как бы, здесь. И те игры, которые ты смотрел, ты даже где не уступали, но это не по игре, какой-то курьезный гол, там, стандарт. Все живут в Нижнем Новгороде, абсолютно равные игры. Новгород забил и факел.